Всем привет! В свете последних откровений от Кевина Лава, Демара Де Роузена и других, стало очевидно, что лучшие спортсмены тоже не железные люди, и многие сталкиваются, в том числе с психологическими и даже психическими проблемами. Кто-то справляется и идет дальше, а кого-то они поглощают. Сегодня отвлечемся от превью сезона и как раз поговорим об игроках, столкнувшись с подобными проблемами. Поехали! Ройс Уайт Хотя генерализованное тревожное расстройство не было официально диагностировано у Уайта вплоть до 2008 года, началось все гораздо раньше, в 2001 с 10-летнего возраста. Ему пришлось сменить две школы, два колледжа, Миннесоту и Айову Стейт и забыть о попадании в топовые Кентаки. Психическое расстройство также повлияло на его позиции на драфте. Уайта называли самым загадочным выбором, поскольку он был физически готов к НБА, обладал набором навыков поинт-форварда, но в то же время все упиралось в его психическое состояние. Рискнул Хьюстон, выбрав его 16-м, но к сожалению Уайт не смог победить своих демонов и адаптироваться к постоянным перелетам, которые подразумевают расписание НБА. Талант все еще при нем, после перерыва в баскетболе в 2017-м он провел свой первый полноценный сезон, правда в канадской баскетбольной лиге, и сразу же привел свою команду к титулу, попутно став МВП сезона. В решающей игре он набрал 34 очка, 15 подборов и 9 передач. Этим летом Уайт подписал контракт с итальянским Торино, но так и не явился на тренировочный сбор и был отчислен. Странные тики и движения начали проявляться у Шабаза в возрасте 6 лет. Позднее ему был поставлен диагноз синдром Туретта. Первоначально это повлияло на его мобильность в обороне. На тот момент уже была доступна медицина, но его семья выбрала не лекарственный подход. Тики сохранялись и во время учебы в средней школе, что приводило к издевкам от сверстников и просто недоброжелателей. Но это только мотивировало Мухаммеда больше контролировать свои тики. Он не стал жертвой синдрома, а выбросил все дурные мысли куда-то на задворке своего сознания. Когда студенческая газета Daily Bruin публиковала рассказ о звезде UCLA, он вообще отказался комментировать свое состояние. Сейчас это уже далеко не тот 6-летний мальчик, который страдал от непроизвольных тиков на баскетбольной площадке. В 2013 году он был выбран 14-м на драфте и его средний показатель по карьере составляет 9 очков за игру. Эдди Гриффин Трагическая история Эдди Гриффина пропитана депрессией и алкоголизмом. Седьмой номер драфта 2001 года играл на позиции мощного форварда за Хьюстон и Миннесоту. В первом же сезоне за Рокетс он себя здорово проявил, показав свой универсальный набор навыков. В том сезоне он забил 93-шек и поставил 134 блокшота. Затем все пошло под откос. В ноябре 2003 ему было предоявлено обвинение в нападении с применением огнестрельного оружия с отягощающими обстоятельствами. Позже он был отчислен из команды и провел год в центре лечения алкоголизма. Пропустив таким образом целый сезон, Гриффин получил шикарный второй шанс, который ему предоставила Миннесота, подписавшая с ним годовой контракт в 2004. Показав схожие цифры с первыми сезонами, Гриффин получил продление на три года, однако его проблемы продолжились. В марте 2006 он был вовлечен в автомобильную аварию, протаранив припаркованную машину на своем внедорожнике, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Через год Тимбервулс решили досрочно разорвать контракт с проблемным форвардом, а 17 августа того же года Гриффин попал в смертельное ДТП, въехав на всей скорости в движущийся поезд. Вскрытие показало, что уровень алкоголя в крови баскетболиста более чем в три раза превышал предельно допустимую в штате норму. Кион Дулинг Дулинг – десятый пик драфта 2000 года, провел в лиге 13 сезонов за 7 разных команд. Он никогда не был полноценным стартером, но всегда давал заряд энергии на площадке и зарекомендовал себя как лидер за ее пределами. Он завершил карьеру со средним показателем 7 очков за игру в 2013 году, это если кратко. Дулинг также неожиданно ушел из баскетбола годом ранее, в 2012, после переподписания контракта с Boston Celtics. Бывший защитник тогда стал настоящим параноиком, его посещали навязчивые мысли, что за ним постоянно кто-то следит. Позднее тем же летом сосед, которому показалось, что Дулинг как-то странно ведет себя с детьми во дворе собственного дома, вызвал полицейских. Прибывшая на место полиция поняла, что это было просто недоразумение, но у игрока на этом фоне случился нервный срыв. Он умолял власти доставить его в больницу и в итоге провел неделю в госпитале, получая лечение от посттравматического стрессового расстройства. Как оказалось, все проблемы исходили из детства. Все это время он держал в себе то, что будучи еще 7-летним мальчиком, до него и его друга сексуально домогался парень старшего возраста. Этой весной профсоюз игроков НБА объявил о запуске программы психического здоровья и оздоровления, разработанной и управляемой исключительно НБПА. Дулинг присоединился к проекту в качестве директора программы. Джавел Маги В НБА всегда находились странные персонажи. Маги с гордостью взял на себя звание самого нелепого в лиге с 2008 года. В детстве Маги был поставлен диагноз синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Его склонность к шикарным моментам сравнима только с моментами, от которых хочется схватиться за голову. В одной атаке он может вколотить сверху, а уже через пару владений убежать в защиту, пока его партнеры все еще атакуют. В детстве врачи хотели посадить его на психостимулятор риталин, но Маги отказался. Зато в прошлом сезоне Джавел взял чемпионский перстень с Golden State Warriors в роли запасного бигмена. И вообще, по словам игрока, ему нравится жить с этим синдромом. Ему никогда не бывает скучно. Да и нам от этого только лучше. Ларри Сандерс Сандерс – один из недавних примеров игроков с психологическими проблемами. Он играл, причем здорово, играл за Милоки с 2010 по 2015 год. Однако, пару раз он попадался за нарушение политики НБА в отношении наркотиков, сдав положительный тест на марихуану, за что получал дисквалификации. А в 2015 договорился с командой о выкупе действующего контракта, по которому ему полагалось еще 27 миллионов. Позже Сандерс выпустил видеообращение, в котором рассказал, что проходил программу в специализированной клинике по борьбе с депрессией, тревожным и эффективным расстройствами психики. Год назад Сандерс наконец-то объявил о готовности вернуться в лигу, но провел лишь короткий отрезок в концовке сезона в составе Кливленда и его фарм-клуба. Махмуд Абдулрауф Мало того, что он рос в нищете и часто недоедал, Абдулрауф, урожденный Крис Джексон, также страдал от умеренной формы синдрома Туретта, который не был диагностирован вплоть до 17 лет, хотя он даже был переведен в коррекционные классы и был вынужден дважды отучиться в четвертом классе. Абдулрауф, несмотря на это, вырос в потрясающего баскетболиста в средней школе, его статистика составляла в среднем почти 30 очков и 6 передач за игру. Он сохранил этот уровень игры и в колледже, где переписывал рекорды результативности и в итоге был выбран Наггет с третьими на драфте 90-го года. Каким-то чудом, справляясь со своим недугом на площадке, Рауф провел достойные 8 лет в НБА и еще 7 сезонов отыграл за океаном, несколько раз то уходив, то возвращавшись в баскетбол. Его лучший сезон был в 96-м, когда в составе Денвера он забивал 19,5 очков и отдавал почти 7 передач за игру. Сейчас Рауфу 49 и он, как многие знают, играет в лиге Биг-3, являясь там одним из лучших скореров. Делонта Уэст Впервые биполярное расстройство было диагностировано у Уэста в 2008-м, но его симптомы преследуют игрока почти всю жизнь. Переломным моментом стала одна из рядовых игр предсезонки, в которой он сорвался на судью и потом исчез из команды на 2 недели в поисках получения помощи и лекарства для лечения своего недуга. Проведя до этого 4 сезона в составе Бостона, Сиэтла и Кливленда, Делонта все-таки вернулся обратно в Кавс и провел отличный регулярный сезонный плей-офф в качестве основного атакующего защитника. После ухода Леброна Джеймса в 2010-м Уэст был обменен в Миннесоту, а затем вернулся в Бостон, где пропустил начало сезона вследствие дисквалификации по делу годовалой давности, когда он был остановлен за нарушение правил дорожного движения, управляя своим трициклом Spider. У Уэста при себе были обнаружены 9-мм беретта на поясе, магнум привязанный к ноге и ружье в сумке из-под гитары. К сожалению, и возможно все это из-за его психического расстройства, но Делонте вновь начал страдать хренью в 2012 году и получил пару дисквалификаций. В последующие несколько лет он болтался между Ди Лигой и Китаем и пытался совершить еще один камбэк в НБА, но в его планы вмешалась серьезная травма, выбившая его на долгое время. Стефан Марбери Марбери завоевал скандальную репутацию во времена своей 13-летней карьеры в НБА. Он поиграл за 5 разных команд, но единственный раз, когда он не был обменен, а просто подписался в качестве свободного агента, пришелся на 2009 год. И то стал он свободным агентом только потому, что Никс перед этим выкупили его контракт. В 2015-м, спустя 6 лет после своего последнего сезона в Лиге, Марбери признался, что столкнулся с депрессией и суицидальными мыслями в конце своей карьеры в НБА. Болельщики в большинстве своем обвиняли его за вражду с тренерами в Нью-Йорке. В 2007 году умер его отец, а бренд-кроссовок Старбери терпел неудачи. К счастью, двукратный All-Star НБА нашел утешение в Китае. С тех пор, как он переехал за границу, Марбери 6 раз вызывался на матч звезд и выиграл 3 чемпионских титула с Beijing Dragons. Этот сезон стал последним в неоднозначной карьере Марбери. Рон Артест Рон Артест, Meta World Peace, друг Пант, провел очень хорошую карьеру в НБА. Хотя в 2004-м казалось, что его дальнейшая карьера под угрозой. Артест стал центральной фигурой побоища в Детройтском Пелосе. Один из болельщиков в концовке матча Детройт-Индиана бросил в игрока стакан, то ли с колой, то ли с пивом, и в ту же секунду Артест оказался на трибунах. Он тогда получил 73-матчевую дисквалификацию. Годы спустя суд Сакраменто постановил ему обратиться за консультацией по вопросам управления гневом, после того, как игрок не признал себя виновным ни в одном из эпизодов домашнего насилия. Артест продолжал искать варианты терапии и после того, как его обменяли в Хьюстон в 2008-м. Также он открыто благодарил своего психиатра в интервью после победы в 2010-м в составе Лос-Анджелес Лейкерс. Несмотря на то, что Артесту не ставили конкретного диагноза, важно отметить его активность в признании НБА проблем психического здоровья. В прошлом ему назначали антидепрессанты, но он решил от них отказаться. Артест говорил, что за последние 20 лет сменил 8 разных психологов. Рэй Аллен Аллен – главная звезда в этом списке. Он провел прекрасную 18-летнюю карьеру, набрав 24,5 тысячи очков, выиграв 2 чемпионских титула и 10 раз попав на матч звезд. Ни для кого не секрет, что он всегда стремился к совершенству. Его идеальный по технике бросок – это результат напряженной работы и многочасовых тренировок, доведших бросок до автоматизма. По словам Аллена, у него пограничная форма обсессивно-компульсивного расстройства. То есть официально диагноз не ставили, но это то, о чем он всегда знал. Данное расстройство в основном характеризуется навязчивыми мыслями или размышлениями, обсессиями, или компульсивными действиями, навязчивыми ритуалами. Кто-то постоянно моет руки, кто-то постоянно проверяет закрытый дверной замок или выключена лепечка, кто-то помешан на чистоте и так далее. Как это происходит в случае Рэй Рэя? Он сумел превратить любые проявления расстройства из минуса в плюс. Как объясняли в газете Boston Globe, Аллен не мог пройти мимо брошенного кулачка бумаги на площадке, не подняв его. Иногда он чувствовал себя некомфортно, когда товарищи по команде не следовали установленному распорядку или постоянно садились на разные места в самолете. Его болезненная вроде бы зацикленность на важных мелочах лишь поспособствовала созданию репутации хорошего парня и труп профессионала. Именно поэтому он создал для себя идеально работающие тренировочные режимы, которым следовал перед каждой игрой. А уж при исполнении дальних бросков ни у одного судьи не возникало сомнений, сколько очков засчитать. Все привыкли к тому, что Рэй не заступает за линию. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте оставлять комментарии. Подписывайтесь на мой канал, на канал Basketball News. Всем пока!